Я, короче, не придумал никакого вступления гениальнейшего. Вот, с вами дядя Сережа, друзья, и сегодня мы будем общаться по поводу аренды вообще автотранспорта какого-то, мототранспорта, в основном, конечно, мототранспорта, и придем к огромнейшей, мы уже, в принципе, пришли практически к огромным ребятам, которые всего лишь год у нас, и они купили огромный, это лишь малая часть каких-то их транспортных средств, и будем сегодня узнавать про этот бизнес. У Вани, Вани, здорово для камер, типа мы не видели, я буду задавать вопросы, вопросы могут показаться какими-то простыми, глупыми, потому что я в этой теме мало что понимаю, но люди, когда уезжают, эмигрируют, хотят уехать на остров, хотят открыть какой-нибудь бизнес, и, грубо говоря, и сам популярный бизнес – это сдавать байки, то есть, в принципе, напокупал байков, сдаешь их, и у них достаточно неплохая окупаемость, и люди хотят ничего не делать, пальцем носу ковырять, пить кокос, лежать у пляжа и зарабатывать деньжищ, чтобы у них шли. Но есть куча разных нюансов, есть куча проблем всяких разных, и мы у Вани сегодня их будем узнавать. Вани, расскажи пару слов. А откуда ты? Ты, получается, у нас с Киева, когда началась война, ты собрался и уехал, да? Не совсем так. Я россиянин с Киева, жена украинка, дочь, соответственно, украинка родилась незадолго до начала войны, началась война, вот, мы сначала уехали с Киева, там подальше, на западную, вот, и делали, ну так как дочь только родилась, мы делали ей документы, чтобы выезжать не беженцами, а выезжать как-то без ограничений, без всего. Но у тебя при этом там был бизнес какой-то, да? Ну да, там остался бизнес, оформленный на жену, соответственно, мы его там попутно ведем, вот, плюс еще у меня там в России тоже бизнес остался, я рассчитывал, может быть, он все-таки продастся весь, и там, и тут, и там, и там, вернее, тут нет. А чем ты там занимался? Там пара доставок суши. И когда ты приехал? Таиланд 22 сентября в Паттайю, смотреть Паттайю сначала, может, здесь можно открыть, ну, там можно было открыть, вот, смотрели Паттайю и решили двинуть на пакет, и с 1 октября я на пакет. Ну, у тебя, получается, сразу был такой, как бизнес-план, и были какие-то… Ну, я ехал заранее, да, то есть я заранее, вот, когда началась война, когда мы там уезжали, там, что туда, ну, думали, куда двигаться, мы подумали, ну, в Таиланд, там попутно у меня друзья открывали на Бали, тоже рентал, вот, и там инвестор, кто открывал там, он предложил здесь, соответственно, открыться тоже в таком же формате, вот. Ну, и то есть, заранее я здесь уже начал открывать компанию, начал смотреть, что куда, и вот нам осталось уже, ну, получить дочери паспорт, чтобы выехать, вылететь, и уже здесь смотреть по факту, какую локацию, потому что выбирали между Паттайей и Пхукетом. И чем выиграл Пхукет? Нам Паттайя не понравился. Ну, там, возможно, это был просто еще… Мы в такой момент попали, то, что там был сентябрь, только-только-только отменили ковидные ограничения, и там были… Ну, был мало народа, и в основном все, кто там был, это европейские пенсионеры с двумя-тремя тайскими девушками отдыхающие, то есть там прямо вот бары вдоль пляжа, и в них сидят за каждым столом один старый дедушка и три молодые тайчики, может быть, даже не молодые тайчики. Здесь, кстати, такого как-то поменьше. Такого поменьше, ну, это в Паттайю для европейских дедушек. Ну, она, кстати, заметит, что русских я вот никогда не видел, и мне кажется, если бы я был один одинокий старый дед, я бы уехал и нашел бы себе какой-нибудь такой же, и также бы как те деды в Паттайе бы сидел. Но я не одинок, я надеюсь, что моя жизнь будет очень счастливая и… Более разнообразная, чем у тех дедов с тремя тайками. Да, пусть будет так. Так, короче, вы приехали, но вы сразу масштабно, то есть у тебя были получать… Мы сразу не масштабно, мы сразу аккуратненько. Расщупывали. Ну, байков не было, тут не было байков, и хрен где купишь. Сезон, то есть вы приехали… Мы приехали до начала высокого сезона, но под могилизацию. То есть пришли, то есть вы приехали, у вас были деньги, вы готовы были сделать этот бизнес, понимали, как его сделать, но байков не купить. Байков не купить, да. Очереди новых не купить, старые еще там плюс-минус можно было купить, вот. Ну, тут как повезло с командой на том этапе, то, что здесь нашли тайку, которая помогала, вот она была на опыте. Сейчас уже с нами не работает. Так, ну и в итоге вы прощупывали, купили сразу какое-то количество байков. Ну, мы сначала здесь посмотрели по магазинам, что здесь есть. Сначала Grand Filano, вот такие вот небольшие байки. Ну, просто они были в наличии, ну, не в большом магазине официальном. Сколько такой байк стоил тогда? Тогда он стоил 67 тысяч, а сейчас он стоит 91. 2000 долларов ровно, да, получается? Ну, я курс-то не помню, ну, ну, да, наверное, да, плюс-минус. То есть они выросли, получается, процентов на 30? Ну, на 20-30, да. Сейчас все байки новые, сейчас они дорожные на 20-30. А с чем это связано? Ну, по ходу дела Yamaha и Honda, ну, основные производители Yamaha и Honda, они поняли то, что как можно ломануть цену. Я не знаю, почему они так долго думали. Спрос? То есть спрос какой-то увеличился или как? Спрос, недостаток с ковида еще каких-то там деталей и чипов или, ну, что-нибудь, я не знаю, что они используют. Вот. То есть, например, сейчас очередь на PCX официальный, в Хонде без доплат, если ты хочешь купить PCX, ты будешь ждать восемь месяцев. Восемь месяцев? Восемь месяцев. PCX ABS, да, если без ABS, там POM 6. Если ты хочешь купить в Хонде ADV, вот такой вот, 150 маленький, 160 маленький, да, то ты будешь ждать от пяти месяцев. Это если по стоковой цене. Так можно найти, там, понятно, у реселлеров, там, за 120, например, за 125 и за 130. Кто во что гораздо цены ломит? Кто купил? Ну, это было. Ну, там от магазина еще может зависеть, я так говорю примерно. То есть, все, все ожидания, вот они длительные. То есть, я приехал, я сразу поехал в Ямаху, я им сказал, мне нужно 20 Максов для начала. Они сказали, не вопрос, но у нас их нету. Ну, давай мы тебя в очередь поставим. Вот с тех пор я у них с октября по начало июля смог приобрести 7 Максов. Не густо? Не густо, да. А у вас всего байков сейчас? Ну, под четыре сотни. Четыре сотни. Нормально вот так. Сезон получается, ну, вот в декабре, наверное, в январе. Сначала января. Да, у вас были уже байки. Уже вот у нас как раз, у нас уже были байки, но у нас еще не было на некоторые номеров. Тут же еще зарегистрировать надо номера получить, красные хотя бы. Потому что белые, они ждутся там, ну, в районе трех месяцев. А красные номера, ну, как, типа, транзитные. Вот. Их просто, ну, не было. Ну, тоже нашли, находили, вернее. Так, получается, у нас и у вас было уже на сдачу байков сколько там где-то? В сезон? Потому что в январе был. Где-то в районе двухсот, мне кажется. В декабре вообще не было байков. Ну, то есть, я даже вот у тайцев, ни у кого-то просто, видишь, там просто... У нас в декабре у нас приезжал трейлер и его там за три дня не было. Ну, в смысле, вот они вот здесь стояли, там, приехал там 25 байков. Там, условно, в четверг. В субботу последний выкатывали. Прикольно. Прикольно. По клиентам. Вот, грубо говоря, байки ты купил, а где их искать людей, кому их сдать вообще? Изначально до приезда сюда, ну, так как я на опыте с ведением бизнес, привлечением клиентов и всем вот этим, я сюда думал, ну, прилетим, мы будем брать байки, мы будем брать фотографов, видеографов, мы будем делать инстаграм, и у нас прям будет вот все в лучшем виде. За счет соцсетей. Да, но оказалось, реальность совершенно другой. Потому что на тот момент можно было сдавать байки, только размещая объявления в местных телеграммах. Сейчас это уже не работает. Тогда это было, ну, то есть все уходило. То есть ты просто в объявления в хуке выставлял там, что есть байки? В него и там еще десяток каналов. Бесплатно. Бесплатно. Нет, ну, я покупал пабликов у самих. То есть не реклама, а телеграмма, ну, грубо говоря. Нет, реклама телеграмма даже не пробовал. Ну, а все, в основном, с премиумом все ее не видит никто. То есть за 100 рублей ты, грубо говоря, делал там пост какой-нибудь, да? Ну, не знаю, я на месяц выкупал закрепы, паблики там дороже все стоило. Я прям покупал. Изначально там было, я сначала просто решил попробовать, когда взял первые байки, я их выкладываю, думаю, посмотрим. А сколько вот первых байков? Вот ты говоришь, вот те мы купили маленькие. Первые два. Вот такой вот розовый, такой же синий. Сейчас он сдан. Потом мы взяли 10 вот таких вот аироксов. Это как самый популярный NMAX, но только он поменьше. Вот. И полегче вроде. На 30 килограмм легче, да. И тогда был дешевле. Да, сейчас он новый стоит, как тогда NMAX. То есть вы взяли просто самый популярный? Ну, выбрали то, что было. То, что было, то, что как бы подходит. То есть спрос был на NMAX. То есть изначально-то я думал, то, что сейчас мы будем сдавать там всем. Ну там, то есть французы, кто там есть. А тут налетело такое количество россиян, бегущих от мобилизации. Ну там, напальники, не напальники. Они же как раз получается там какого-то 21-го и вот эти дни вылетали там в соседние страны. А как раз в середине октября, когда мы тут уже это самое, когда мы уже начали набирать байки, вот, они оказались здесь. И были плюс еще те, кто там план вылетел. Вот, а все хотели, ну, то есть как бы все русскоязычные, все хотят NMAX и PCX. То есть иностранцы, ну, им в принципе пофиг. Без разницы. Ну да, ну там или крутой байк, или там, ну, что едет. Просто вот он вышел, взял у тайца в отеле, там он байк, там ему там 30 лет, он весь скрипит, он там стоит, как у нас NMAX стоит. Ну, блин, ему он просто вышел, взял, поехал. Ну, ему не надо вот NMAX, там что-то такое. Какие-то спантов. Абсолютно. Так, сейчас мы узнаем какой, на данный момент, наверное, ситуация все время меняется, байк и самый популярный, и чтобы он стоил, ну, грубо говоря, чтобы с него была максимальная маржа. Оно плюс-минус на все примерно на дистанции одинаковое будет срок возврата инвестиций на байк. Вот, если мы не берем там накладные расходы, там деление долей и все прочее, если они есть, мы просто берем чисто там байк, кто-то взял, в нелегалку условно его сдает, то есть он там, ну, и налоги на что не тратится. То есть это PCX и NMAX, ну, бэушный. Если кто-то хочет начать, то как бы вот, ищите, берите бэушный, он у вас даст наибольшую сдаваемость и наиболее быстрый возврат инвестиций. Но бэушные, соответственно, тоже подорожали. Бэушные подорожали, ну, подорожали, да, но их еще найти надо в нормальном состоянии. То есть, ну, с бэушкой, у меня из парка мы брали где-то порядка пятидесяти пяти бэушных байков, возили из Бангкока, здесь брали, вот, там где-то на пятнадцатом байке мы поняли, как определять пробег, чтобы скрученный на них был, вот, потому что тайцы, ну, здесь как бы им грех не скрутить. Скручивают, короче, в большом проценте. Скручивают пробег, меняют во всех, ну, просто не найдешь нескрученный, если это вот он нереально свежий, купленный, там, три месяца назад, на нем три тысячи пробега. Но в то же время, опять же, я сколько видел, вот, например, таких ADV-160, он выглядит так же, но только на нашем, там, условно, там, за три месяца наездили на две тысячи пробега, а их очень любят брать доставщики еды и такси, и мототаксисты. И на нем будет за три месяца накатано уже тридцать тысяч километров, а у него ресурс, ну, не ресурс, в этом случае, гарантирует на него производитель пятьдесят тысяч километров пробега. То есть, они берут его, скручивают, ну, он еще выглядит отлично, резину на нем поменяли, никто ничего не поймет и будут продавать. Короче, надо все-таки, можно попасться, купить кто-то, потому что ребята какие-то покупают у меня, ну, бэушные, потому что не было новых байк, они покупали там в салоне, и можно попасться на какой-то подубитый. А я слышал, что вообще, знаешь, какая история, скажешь, так или не так, что тайцы покупают в кредит, но раньше. Сейчас же это популярство, какой кредит для них, два процента, ноль процента? От нуля. Короче, ноль процента. От нуля и от пятнадцати процентов старта. То есть, ты, грубо говоря, можешь там какой-то две тысячи батов вложить, ну, тайцы там, и купить три тысячи, не знаю. Ну, не двести долларов. Да, двести баксов. Купите байка и вот рядом с дому поставить, сдавать каким-нибудь туристам, и то, что он приносит, идет в счет кредита. Но они вообще их не обслуживают, то есть, там кто-то говорит, что там масло уже, знаешь, как этот самый, как патыка. Они любят, да, не парятся. Именно, 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 это именно будут не ренталы, это будут те, кто, ну, у него там кафешка какая-нибудь у дома, ну, они же здесь все, у них всех микробизнес там какой-нибудь свой, ну, у них там какая-нибудь кафешка, кафешка, он живет в этом доме, он там все три байка купил, сдает, ну, обслуживает, ему даже может некогда их обслуживать. Ну, да, они будут в таком виде. Там они, эти, ну, налог за него платить не будут, то есть, если авария будет, соответственно, они, клиент, если упадет на байки, по закону, если есть налоговый стикер, то все лечение оплачивается в больнице, там, до какой-то суммы, на штите, там тысяч. А если этого ничего нет, то, то есть, тебе скажут, блин, ну, ничего нету, царя. У вас вообще, как я понял, достаточно такая нормальная лояльность, ты еще говорил, что это еще под вопросом, что нужно ли ее делать. Каким-то мелким повреждением, царапинам. Ну, я знаю, что всяких ренталах вот таких есть, любят ребята, даже я кто-то слышал, какой-то русский парень, у которого вроде бы какое-то количество байков, он говорит, я зарабатываю даже не на аренде, а на царапину. Ну, таких много. Да, то, что ты, короче, что-то поцарапал, и все. И там потом ты едешь в Хонду, там они насчитываете 10-15 тысяч бат, но по факту он где-то в гараже сам это пшикнет, наверное. Мы позаимствовали у одной европейской компании по аренде машин такую карточку оценочную ущерба. О, прикольно. Ну, то есть здесь по разному виду царапины, в зависимости от того, в какой они из этих зон попадают, такая там цена оплаты идет за ущерб. То есть там самая маленькая, это значит, мы такое вообще не чарджем, не берем никаких денег. Да, как он царапину возьмёт. А он, там был как раз, наверное, в ремонте. Царапина. Царапина. Небольшая, но тем не менее. То есть один элемент. Это он грохнулся, да? Наверное, притерся где-то. А может и грохнулся, может аккуратно положил, то есть вот здесь вот это. То есть, например, если была бы одна вот эта, она у него попадает в маленький круг. Мы с него возьмем 50% цены этой запчасти за большой круг, да. Чуть-чуть. Чуть-чуть выходит. Может быть, там, если бы доболтался с дайцами, которые забирали. Ну, ставьте сложно, как говорится. Они жесткие ребята у нас. Понятно. То есть, короче, на полсантиметра поменьше была бы, но вошла бы в круг. И что было бы? Был бы 50% от цены запчасти за нанесенный ущерб. У нас, соответственно, отдельно, мы по прайсу идем. Ну, как бы вариант всегда есть то, что ты не хочешь связываться с нашими ремонтами совсем. Едешь сам, ремонтируешь, возвращаешь такой же. Ну, так некоторые делают. Но это кто-то надолго снимает. У вас, получается? У нас, получается, все детали прописаны. Ну, там, это все, конечно, кроме сильных каких-то, ну, аварий, когда там, ну, Так, это вот PCX у нас, да? Да. Смотрим, у нас вот эта деталь. Вот она, 14-я деталь. Вот эта? Да, 1600 бат. Это сразу с ценой монтажа-демонтажа. Вот. То есть, если она, соответственно, 50%, человек заплатит 800. Есть целиком, ну, 1600 бат. Вот. Адекватный прайс. А сколько в Хонде бы стоило? Ну, там чуть дороже бы оно стоило даже, потому что у них минимальная работа 500, а запчасть сама вот эта стоит тысячу... А ее не красить просто? Это нет смысла, дороже. Ну, типа деталь покрасить. Ну, там просто снять, поставить и покрасить, но выходит те же деньги, чем нового. Образом пшикнуть баллончиком. Не, не получится. Нет, нет, он уже... Нет, мы и подкраски брали. А это оригинальная такая матовая, да? Да, да, это оригинальная. Кайфово выглядит. Ты говорил, пока мы тут ходили за журналом, ты говорил, байк угоняли у вас. Вот самая стрёмная тема, потому что у меня были мысли такие, что приеду, у меня, в принципе, есть аудитория, я там куплю каких-нибудь, не знаю, 10, 20, 30 байков, ну и, в принципе, сразу их сдам, потому что у меня есть люди. Вот. И у меня была такая идея, глупая, я потом ее отпустил. Вот. Но у меня была мысль, например, если кто-то угонит байк, или, например, я у тебя снял и его угнали. Вот расскажи, у вас один байк из 500 или из 400, да? У вас угнали, ты говоришь, недавно какой-то. Да. Как вы его обнаружили? Вот это, да? Обнаружили мы его, во-первых, его угнали на камерах, его угнали в самом большом... А кто угнал? Сейчас я расскажу. Вот это? В самом, нет. Не-не-не, Гранд Филан. А, вот этот маленький. Да, маленький. Вот этот байк угнали? А что его угонять? Его просто взял, подошел? Собрал и унес. Ладно, шуточка. Если ты в угонщика подался, там в угонщика подалась тайская женщина. Абсолютно, как выяснилось, не связанная с криминалом, но связанная с проблемой с головой. А тут наложилось множество факторов. То есть талант, он как бы вообще, ну, не славится в целом, ну, каким-то кражами, угонами. Криминал, как в Бали. Да, да. Тут как бы, ну, страна богатая относительно. Народ живет с кредитами под 0%, может себе многое позволить, в том числе байки за недорогие. Ну, здесь как-то карма, я знаю, что не так сильно. В месяц, да, вот это все. Потому что на Бали-то пожестче, как криминал. Ну, 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 и что, и что? Ну, тут и зарплата не по 130 долларов в месяц. Так вот, значит, тут сложилось несколько факторов. Клиент взял байк на, там, три дня, поехал в торговый центр Central Phuket, самый большой, оставил его там на парковке и оставил его с ключом. У нас, в принципе, из всего парка всего 10 байков с ключами. А, все просто на эти. Все остальные бесключевые, да. Ну, вот эти Филаны в немаксимальной комплектации, они с ключами. Вот. И он оставил ключ в замке. Женщина тайская прогуливалась по парковке мотобайков, увидела байк, он был с ключом. Она его завела и уехала на нем. На камерах, на всем. Вот. Мы обратились к местной полиции. Полиция абсолютно бескорыстно нам помогла в поисках. Они по камерам ее отследили, весь Phuket в камерах. Ну, то есть, как вообще, вот, работа с полицией здесь и там в наших плюс-минус? Наших у меня ничего не угоняли, а здесь, как бы, есть наш сотрудник, который занимается документацией, занимается страховыми, всем вот этим. Тайт. Вот. Он этим занимался. Не надо было их упрашивать, чтобы они его искали, да? Ну, он их упрашивал. Мне не надо было, нам не надо было. Он там на тайском с ним договорился. Ну, вот. Там просто повезло то, что байк, он тогда только приехал. На нем вот эта фара, да, она была разбита. Ее до сих пор ждут. Вот. Вопрос запчастей. До сих пор ждем запчасти. Ждем. Тогда эта фара была разбита и было видно по ней. И копы по камерам примерно отследили вилочку, куда поехала женщина на байке. И нашли. Приехали туда, да. Они просто патрулируют, смотрят, о, байку, фара подбита, номер другой. Они ее тормознули. И мало того, она наш номер сняла, положила его в багажник, а себе повесил другой. Вот. Но там ни уголовного дела, ничего не было. Она просто заплатила нам... За два дня аренды? Не-не-не. Она много, она много заплатила относительно ценной аренды. А что бы ей светило? На нее там, по-моему, уже что-то было. Ей могло светить уже что-то подсесть, но она была не совсем в ладах с головой. Вот. Поэтому для нее все разрешилось просто выплатой нам компенсацией. Это единственный случай был у вас вообще? Да. Чтоб кто-то что-то угнал. Ну, были случаи, где клиенты недобросовестные оказывали, бросали байки, записывали нам очень обсаженным голосом сообщение, что что-то невменяемое, и потом мы этот байк разбитый находили. Вот. Но там еще, ну, как бы это нашли мы быстро, а клиент вход уже, выезд из Таиланда уже заблокирован. То есть выезд блокируется быстро, а разбирательство может уйти до полугода. С байками. Знаешь, какая ситуация меня все время смущала с арендой? Еще. То, что ты его сдашь кому-нибудь, и кто-нибудь на нем разложится. Вообще, у вас были случаи, ну, не знаю, смертельные случаи? Смертельных нет. Смертельных, слава богу, не было? Слава богу. Не надеюсь, не будет. Какие-нибудь такие, среднего уровня травмы? Да, были, да, были среднего уровня травмы. Там, например, был случай на рваях, там ехал наш клиент с женой на заднем сиденье на PCX. Его русская женщина, как впоследствии выяснилось, на Mazda подрезала, сбила, глянула и умотала. Они там по газопиталям, по всем разодранной ходили. Ну, там без переломов тоже обошлось. Вот. Ну, вот такой даже случай был. Ну, в Пхукете совершить аварию и куда-то уехать, ну, это очень глупо. Ну, очень, все в камеру. Вот. Глупая затея. Ну, и тоже, кстати, уголовным делом никак не завершилось. Она это, хотя клиент хотел, вот, но мы тут как бы не оказываем содействие. Мы оказываем содействие в том случае, если авария, мы приехали, там, госпиталь, пожалуйста, пожалуйста, копы. Вот. Ну, там кого-то там дожимать, да чего-то мы, конечно, не будем. Ну, просто нет смысла. Вот. Он хотел, но там она приехала с каким-то адвокатом, дала денег полиции, заплатила, ну, переводом денег им за все. Страховая нам оплатила байк разбитый, вот. Ну, и как бы всем за все заплатили, но моральный ущерб покрыт, соответственно, не было. Ну, да. Ну, тайцы считают, что раз так, значит, уже вроде все при своем оставят. Печально. Но, грубо говоря, вы, у вас это такой небольшой геморрой впло. Это небольшой геморрой. Это нормальная работа, байки постоянно бьются. Коцаются, бьются. Какой процент, наверное, из ваших? И какая аудитория? У вас, получается, в основном уже русскоязычная аудитория или у вас уже иностранцев много? Ну, нет. Вот мы пока вот этот вал был до января месяца с высоким сезоном, была русскоязычная, там, 95% русские, 5% белорусы, украинцы, казахи. Вот. А потом уже, ну, пришлось включать всю нашу маркетинговую мощь, и у нас уже сейчас, наверное, процентов 30-40 это иностранцы. Иностранцы как ездят? Нормально? Как ни странно, да, но там индусы, например, они, их очень не любят операторы, кто на заказах сидит, они очень сильно пытаются там что-то выторгивать, какие-то копейки. Ну да. И мы попали в офис, здесь у них, здесь у ребят получается офис при дороге, вот парень уже снял байк, смотри, он убегает, шлем взял, он очень доволен, рад этому всему. Все, счастливо, увидимся. Какой счастливый парень, как будто ему еще денег заплатили. Ну ладно, шлема вот здесь есть, вы даете шлема. Мы даем шлема, обязательно, мы даже нагрузку даем, люди очень не хотят. Провели реформу шлемов, мы до этого просто их дезинфицировали, говорили, что они дезинфицировали, теперь мы стали наклеивать заштампованные пломбы. Они могут показаться, что это выглядит как малярный скотч, но это пломба, поверь. Ну вот, все шлема, которые были в использовании, мы их дезинфицировали готово. Я помню, на Бали у меня застали какой-то X-Max, ну там старый, там шлем просто, не знаю, он как бомба вонючая такой был, пришлось его сжечь. И то есть, получается, вы дезинфицируете таких, я, кстати, первый раз слышал, я думал, дезинфекция шлемов происходит вот этой штукой. Вот максимум, что делается. И это прикольно. То есть, короче, не воняет, да? Да, ну или вообще вполне часто достается новое. Или воняет ванилью. Пахнет как кондиционером после стирки. Прикольно. Глядите и смотрите, какой шлем маленький приятный. Либо для людей с маленькой головой или карликов. Я на Бали, помню, карлик такой веселый катался, с маленькими ногами. Это его. Это его. Получается, что, в принципе, вам как точка вообще какая-то не нужна. А мы изначально работали, как бы у нас точка должна была быть, потому что на официальной компании у нас была точка. Но мы, так как арендовали парковку, вот у нас здесь был стол с на тот момент одним тайским сотрудником. Все остальные были водителями. То есть, с клиентами общался, соответственно, тайц. Вот. Но потом у нас все, люди начали все равно приходить или не приходить. Мы же работали на доставку. Но люди все равно хотели прийти посмотреть, выбрать. Вот. И нас отселили сюда. Поставили стену. И теперь мы здесь существуем. То есть, у вас там есть ребят-доставщики, есть ребят, которые отвечают. У нас, я могу структуру в целом рассказать. То есть, у нас есть доставщики их, порядка семи-восьми человек, может быть. Вот. У нас есть администратор, который взаимодействует с клиентами. Также у нас есть начальник доставки и сервиса. Также у нас есть человек, кто занимается административной деятельностью с органами регистрации. Вот этим всем. Вот. То есть, у нас получается порядка 12 тайцев. То есть, мы входим в те компании, у которых все тайцы, которые нужны для оформления всех иностранцев. То есть, все свои. Короче, у вас не просто так. Да. Не как обычно. Просто, кто не понимает, здесь, чтобы нужно открыть контору, нужно определенное количество тайских сотрудников на одного не тайского сотрудника. То есть, законом установлено, что местные должны получать работу. Мне кажется, это, кстати, прикольный такой закон. Достаточно приятный. Даже у многих компаний он просто числится и ему просто платится какая-то. Ну, налог за него платится. Ему, наверное, тоже какое-то 3 рубля каких-то платится. Просто, чтобы он был на бумажке, как в мертвых душах. У вас вот эти веселые байки какие-то? Цвета пьяного леопарда и классического леопарда. Да. Это затянули. Это N-Max. Это N-Max. Да. Это новые или в бушные так решили закрыть? Это мы бушные, да. Это те, которые мы брали, бушные. Вот. Мы решили их освежить для любителей на ярком стиле покататься. Это затягивалось пленкой? Да. Это затягивалось. Они еще не оформлены. До конца, да? Да. Они будут оформлены послезавтра, по-моему. И тогда мы их начнем сдавать. Вот. Здесь долго. Здесь затянута пленка. Здесь даже перешито сиденье. Ну, то есть это байки, они... То есть у нас было два варианта. Это ждать начало сезона высокого и продавать их как есть. Если затянуть, посмотреть, что будет. Вот. Ну, в принципе, на них спрос есть. То есть мы подобные байки затягивали, а он там... На них спроса не то чтобы много, но если есть, то прям очень хотят. Вот так вот. Какой-нибудь выделится чем-нибудь, да? Таким ярким. Ну, прикольно. Сразу видно на парковке где-нибудь. Такой кайф. Так. Что у вас еще интересного? У нас есть сканер отпечатка пальцев для мониторинга того, во сколько приходят сотрудники. В основной массе это касается заставщиков. Заставщики все молодые. На небольших зарплатах относительно остального штата. Прикольно. Вот они могут себе позволить... Могли. Приходить в другое время. Сейчас им начальник доставки попросил меня приобрести эту штуку. Уже вот второе место она стоит. Обещал за предыдущий месяц организовать им взыскание. Класс. Ну-ка сразу начали вовремя приходить? Да нет. Не сработало. Но зато видно, когда приходят, не приходят. Еще пока не было наказания приведено в действие. Пока только отработали. Ну, месяц отработали. Я понял. Что это за секретная таблица? Это смена номеров с транзитных на обычные. На белые. С красных на белые. Сейчас проблем нет с этим. Замены не было никогда. Были именно моменты в том, когда ты покупаешь байк в другом регионе. Потому что мы возили со всего Таиланда. Ну и сейчас тоже возим, в принципе. И ты не можешь красные номера ни своего региона использовать. Ну, ты можешь использовать, но будут останавливать, будут штрафовать. Ну, они вообще вплоть до ареста транспортного средства могут делать. Ну, так как полицейским делать это, видимо, не очень интересно. Они просто штрафуют. Я понял. Про штрафы. Штраф получается без шлема у нас официальный штраф 1000 бат или сколько? Тысячи до двух с половиной. А, да. Двух с половиной. Без шлема, если мы ездим. Без шлема. А сейчас хотят еще ужесточать, чтобы люди не бились. Да, если уж какая-то новая тема. И без прав. Сколько сейчас? Без прав. Штраф от 500 официально до 10 тысяч штрафуют фактически на 1000 на 2. Ну, если кто-то сильно хочет им доказать, что его национальные права действуют, тогда его штрафуют на побольше. Ну, этот штраф часто просто, наверное, в 95 процентов. Это коррупционная взятка. Вот, кстати, не про челонка. Это вот на пляжных. Там, там любят. А здесь они выписывают квитанцию. По квитанции еще 3 дня можно будет ездить. А, ну да. Да? По на пляжных. Потом, корон. Потом корон. Ну, вот этот перекресток. И на потомге, где вот этот мужик все время стоит на третьей линии. В этом году за полгода меня, кстати, ни разу меня еще не остановили. Я делаю вид, что я не вижу просто. Проезжаю и уезжаю. По пьяным. Если ты чуть-чуть выпил. Даже не чуть-чуть. У нас в России достаточно жестко. У вас тоже, в принципе, жестко. Во всех, наверное, странах и совгашенных русско-плюс-минус где говорят. Здесь получается 100 долларов. Это какая-то 1000 бат за то, что ты выдаешь какую-то цифру там. Там, где тебя будут тормозить пьяными, где ты скорее всего будешь пьяным, это скорее всего будет пляжные улицы, потом корон. Там они чувствуют себя вольготно, нагло и будут тебя разводить тюремный срок. Фактически 20 тысяч бат штраф, если выдуваешь больше нормы. Нормы я не скажу, но нормы там чуть не 0,5. А, слушай, я думал, что как-то вообще. У меня какие-то ребята расскажут, что не за 1000 бат откупили. Ну, отдали и все. Нет, нет, нет. Он достаточно строг с алкашкой. Я думал, что ничего себе, официальный штраф 1000 бат и взял, выпил каких-то, алкоголик, поехал за рулем. Нет, 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 здесь такого нет. С Куревом можно ездить? По закону у них на данный момент прописано, как я последний раз его читал, у них было написано, не рекомендуется садиться под действием и даже несколько дней после употребления канабиса, да, за руль не рекомендуется. Ну, то есть фактически не запрещено. Как там происходит в случае каких-то аварий, еще там с какими-нибудь травматичными исходами, не знаю. Скорее всего, влияет негативно и на анализы повезут. Какой процент вообще людей, которые у вас впадают в ДТП, ну такие, что нужно там вызывать полицейских, либо они что-то там ломали руку, ну что-нибудь такое. Ну, полицейских нужно вызывать в том случае, если есть еще один человек, в кого попали, или транспортное средство. Ну, или если там речь идет про машины, там, соответственно, нужно вызывать страховую и иногда полицейские, но не оформили. Вот, если человек просто, ну, самое частое, на парковке завалил байк. То есть, как бы, там, ни человек не пострадал, там, на байке пара царапин, ну, там, ну, тысяча бат, например, он там условно попал. Да, это много, вот, но оно незначительное, там, ни для нас, ни для кого-то, там, в пластик перекинули, тысячу бат отдали, поехали дальше. Вот. А если какая-то авария, ну, до, наверное, последнего месяца, сейчас как-то поспокойнее народ стал, было где-то каждые 10 дней кто-то сильно бил байк. При этом у вас 200 с чем-то байков в аренде. Ну, да. И один байк раз в 10 дней, там, в неделю, получается. Ну, это очень немного. Это какая-то очень маленькая. Я думал, что, конечно, статистика больше, тем более дожди начались, там, мне казалось, что... Я тоже думал, что с дождями будет, как было с дождями в октябре, когда у нас было немного байков, но... А, в ноябре, наверное, даже. Но у нас там подряд, ну, два байка разложились. Вот прям в дожде. А сейчас... Сезоны. Здесь, получается, сезон дождей. В сезон дождей считается, что байки... Ну, то есть, ну, вообще, в принципе, еще не сезон. Низкий сезон. Низкий сезон для туристов. Но у вас, как ты говоришь, плюс-минус те же самое количество байков, что было в сезон сдано и большой процент. Как? Как это возможно? Ну, мы постепенно действовали с... Когда высокий сезон начинал переходить в низкий, мы довключали там новые рекламные каналы, которые были запланированы еще до приезда, но были не нужны. Потому что все сдавалось и так. Потому что все сдавалось и так, да. Вот. И практически там с минимальными лагами на то, что были какие-то просадки, когда мы что-то не успевали довключить, мы, в принципе, остались при том же количестве загруженности парка, как он и был. Именно количестве. По факту у нас сейчас очень байков стоит много, но это потому, что мы привозим байки сейчас там через неделю по трейлеру привозим. Угу. Смотри, получается, что, в принципе, вот если так проанализировать какой-то ваш рост, если за год брать, то это где-то 50% растет ваш объем. То есть за 6 месяцев у вас добавилось там больше 100 чем-то байков, да, как я понимаю? Ну, оно скачками, просто не всегда можно было найти там, или не было возможности поехать, чтобы их поискать, потому что, ну, какая-то операционная деятельность. Ну, то есть, в принципе, компания достаточно быстро растет, получается. Ну, быстро, да. Очень. Про окупаемость. В принципе, вот если человек, например, приехал, ну, который не будет платить налогов там и все такое, и я знаю, что вот тайцы какие-то, которые сдают байки, что, в принципе, байк можно некоторые окупая там чуть ли не за год. То есть это такое в плане бизнеса, то за год окупаемость какая-то очень огромная. У вас, получается, какая ситуация? Ну, давай просто считать по валовому приходу денег, то есть там вычитать какие-то там расходы на офисы, на все остальное для тех, кто хочет поработать окололегально. Ну, нелегально не будем брать в расчет, потому что в любом случае, если вы захотите поработать, открыть свой рентал, откройте компанию, наймите тайцев там, ну, не заморачивайтесь, как мы с большими парков, с чем-то, с чем еще. Ну, просто понимаете, что вам нужно будет, ну, хотя бы байков 80 на старт, чтобы так работать. Иначе, если будет меньше, будете работать в нелегалке. Не получится окупать все это, будет очень много расходов. Если сейчас байк будет окупаться где-то 18 месяцев по текущей цене, то в сезон он может окупаться 10 месяцев в высокий сезон. Ну, и где-то посередине это все будет сходиться в нашем случае. Ну, то есть это не год и это не два года. Ну, это нормально, на самом деле. Где-то полтора, наверное. Это по байкам. Вы сейчас решили тачки еще добавить? Да, мы взяли машины, потому что мы хотели проверить возможность, как нам тайцы дадут, ну, тайские банки дадут лизинг. Вот. Мы запоручительствовались там нашим партнерам тайцам, который за нас поручился, и нам дали лизинг здесь под 3,6% годовых, но с первоначальным взносом 40%. Мы взяли 10 машин. Это MG-шки какие-нибудь? Нет, MG мы брать не стали, хотя очень хотелось. Они сдаются дороже, чем Toyota. Но так как мы посчитали, что машину ее окупить быстрее, чем за два года, если не зарабатывать на царапинах, это нереально. А мы этим заниматься не хотим, это неприятно. Вот. Если зарабатывать на царапинах, наверное, можно. Вот. Но так это как бы два-два с половиной года, даже два с половиной, это вот где-то так машина будет окупаться. Вот. Было первоначальное наложение в 40%, ну, с учетом. Я понял. Ну, то есть в тачке, конечно, чуть-чуть менее. Да. Но в тачке, если у вас много денег, очень много, то покупать много байков, вам как бы будет очень затратно по операционке. С машинами проще. С более дорогими машинами еще проще. Они сдаваться будут реже, ну, зато там за день можно будет, как там за месяц обычную машину получить. Дорогие тачки вы сейчас какие-то эксклюзивы берете. Мустанг. Мустанг завтра приезжает, да. Кабриолет. Бэху заказали, 430-ю. Здесь, я смотрел, немцы стоят вообще каких-то космических денег. Даже там, ну, не знаю, если в Америке брать два раза дороже. Здесь у них, я не знаю, как они завозят, по какой цене они покупают и завозят. Но вот эти праворульные машины, которые мы покупаем, она одна из Австралии, по-моему. Но она не новая, она прошлого года. Вот. А другую мы новую заказали в салоне у BMW. Они, не знаю, где у них завод. Они говорят в Таиланде, но я что-то не нашел в Таиланде завод BMW. Ну, вот какая-то из стран с левосторонним движением, соответственно. Вот. И здесь вообще на все премиум тачки выше там какого-то уровня 100% налога. Как в Сингапуре практически. Ну, в Сингапуре еще и ограничение на количество машин в целом на острове. Так, история с сдачей тайцами тех, кто... Незаконно работающих. Ну, даже сдают, насколько нисколько ренталы. Ну, рентал там их вычислить еще надо. Байки везде, где ездят, сдают. Девочек, кто делает там ногти, ресницы, что они там еще делают. Тайцы... Если им кто-то скорее... Ну, самим тайцам это может быть не так интересно, если им дорогу не перешли. Потому что так они свои два байка сдают, с кафешки так и сдают. А тот, кто считает, что это им конкуренты, они находят тайцев, пытаются записать этих тайцев на приход в офис, если есть офис, но их, как правило, нет. То есть, ну, совершить сделку. Вот. Чтобы тайц день передал. Тайц передает деньги. Миграционная полиция, добрый вечер. Там, на следующий день суд, через день депортации. Угу. Я понял. Ну, либо за бабки как-то это решается. Только если в такой ситуации уже никак не решается. Это уже все. Уже, конечно. Да, это уже навели. Если за бабки решается, как говорят, в том случае, если идет просто обычная полиция, где-нибудь там, ну, условно, как пример взять Банглороуд, Тусовочную улицу, и там каких-то промоутеров выцеплять себе для плана, то они могут откупиться. Это просто полиция. А миграционная, ну, она задницу просто так не оторвет. Видел какие-то случаи, может, слышал, чтобы ребят какие-то, ну, открывали там для себя, может быть, нелегальный вот этот рентал там задавали? Слышал. Один клиент у нас с консульской службы, с российской, был, или даже, может, он есть еще, не знаю. Не в этом случае. Он рассказывал, что вот он занимался помощью в депортации ребят, кто занимался ренталом. Ну, причем их депортировали там на три месяца, и они вроде как собирались возвращаться. На чем попались, насколько я понял, это на том, что они передали деньги и их записали. Я понял. То есть, в принципе, такая ситуация тоже возможна. Ну, он сказал, что депортируют каждый день. Каждый день? Кого-то каждый день. Как правило, ноготочки и вот это вот все. Понятно. Ну, ладно. Такая вот тема. Поэтому нужна рабочая виза. Я, например, хотел сесть в кресло, и мне говорят, что не стоит. Если зайдет, кто-то увидит, что я сижу, а у меня виза студенческая, так я тут не работаю. Денег не заработаю. А учусь. А учусь английскому языку. Изучаю. Да. То могут прийти и сказать. Все. И депортировать. Ладно, давай посмотрим какие-то кастомные. Как они? Кастомные. Коллаборацию Марвел с ADV. Это Хонда, да? Или Yamaha? Это Хонда ADV. Коллаборация с Марвел. С Марвел. Крутяк. Сейчас поглядим. Ну и вот, собственно, коллаборация. Да? Хонды. Это, получается, я капитан очевидность, капитан Америка. Это у нас Железный Человек. Два таких. Два таких байка. Ну, вообще, в ADV. ADV достаточно новый, кстати, байк. Да? ADV 160-ый, он новый. Он 22-го года, наверное, он вышел. Потому что в 22-ом еще были 150-ые. Популярные, кайфовые такие они выглядят. Они добавили 10 кубиков, да? Они добавили 10 кубиков. Они добавили ему росту. Они добавили чуть больше электронных всяких систем защиты. Относительно 150-ого, опять же. Угу. Ну и конкретно вот это. Это… Хонда заколлаборировалась с Marvel. Они сделали Железного Человека обклейку и обклейку Капитан Америка. То есть здесь только обклейка. Вот эти амортизаторы… Эти амортизаторы идут на всех ADV такие же с этими компенсаторами. Ммм, 160. То есть в принципе только… Внешний вид. Внешний вид. Только внешний вид. Да. А цена? Различается как? Официальная нет. За официальную купить невозможно. Поэтому их продают на где-то 15 тысяч дороже, чем обычно. На 15 тысяч бат. А обычные продают, соответственно, от 110-ти, 115-ти. А эти, значит, от 120-ти, 125-ти. Ммм. Просто драгоц. Но они прикольно выглядят. Мне нравится вот такая цветовая гамма, конечно. Капитана Америка. Здесь даже значок такой есть. Какой-то. Больше ничем не различается. Но EDV не пользуется сильно большим спросом вообще? Сильно большим спросом пользуется, конечно. Потому что я смотрю, что все ребята, ну, как-то хотят больше, наверное, EDV. Даже, мне кажется, они перебивают уже N-Max. EDV хотят, да. Но он очень классный. PCX. И они есть трех вариантов. 160, 350 и 700, да? Ну, ну да. Семейство одно. Ну, соответственно, 160 – это обычный аналог. Ну, он не аналог, он покруче будет. Он конкурент PCX и N-Max. Следующий идет 350, они у нас тоже есть. Это конкурент X-Max. И следующий – это уже, можно сказать, мотоцикл на автомате. Там не вариатор стоит, как на всех этих байках. Там стоит автомат, там надо включить драйв, там цепь мотоциклетная. И на нем 750 кубов. Мы их не держим в парке, они, ну, не столько популярны, как хотелось бы. И там за что-то за сдач в сезон 40 тысяч бат вроде бы. Это минималка была бы за него. С него снять. А стоил он сколько? Он стоит, вроде, не так сильно дорого. 700. 500 он где-то стоит? Не могу сказать. Ну, получается, T-Max стоит 600, 700 почти. Ну, они примерно в одной ценовой. А, да? И при этом T-Max, он на 200 кубов меньше двигатель. Кайф. Надо проехать, наверное, на этом, на маленьком. Да? Для кадра. И, ребятки, у нас такая гениальная идея возникла. Снять какое-то количество такого, может быть, тест-драйвов, что ли, и рассказать, кто быстрее едет, кто лучше управляется, кто, не знаю, больше жрет, дороже стоит. Какой-то, не знаю, рейтинг, что ли, байков, может быть, сделать. Если эта тема интересна. Сожгите калорий, напишите какой-нибудь комментарий. Что же здесь нужно сделать? Сразу вибрирует, так начинает. Здесь цифровая, смотрите, панель, прикольно. Мелый, 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 мелый. План завяз, как из кластры. Так, эдивишечка. Эдивишечка 160. Я ездил, получается, на PCX, на NMAX, на Бали и тут. Вот. И это получается, в принципе, плюс-минус. А ну, мне он нравится, кстати, побольше, поинтереснее. Прикольный мотобайчик. Мне еще цветовая гамма, конечно, нравится его. Вот. Но мне, конечно, все-таки байки уже нравятся чуть-чуть побольше. Я плавно расту. Может быть, когда-нибудь я дорасту до мотоцикла, до какого-нибудь мощного. Но пока я иду по скутерам Макси, скутерам. Вот. Это у нас эдивишечка 150, который железный человек. Тоже потрясающе выглядит. И вот такой эдиви 350. Мне, я сейчас на нем прокачусь и, наверное, какие-нибудь три слова свои скажу. Т? Что значит Т? Ой. Так. Ну и что? Я на самом деле нахожусь тоже в таком небольшом пассивном поиске какого-то мотобайка, на котором есть. Мне нравятся вот эти в районе 300-350 кубовые Макси скутеры. Это, наверное, один тоже из последних каких-то новых моделей ADV 350. Я ездил на Форзе до этого 300 и 350. И сейчас я езжу на Х-Макси. И я, если честно, на самом деле пока что склоняюсь, как ни странно, к Форзе 350. Уайн, наверное, скажет, что это старческая модель какая-то. Скажет, да. Что это для пенсионеров. Но мне не сильно нравится, когда ездят зеркала вот эти. В Х-Макси. Ну, вот в Х-Макси, как и в ADV. Плюс мне не нравится. Вот здесь эту историю можно убрать? Как-то она вот так отгибается. Вот. В Х-Макси она не убирается, как я понимаю, да? Или я просто не знал даже, как она убирается? А в Форзе ее можно убрать электрически. Потому что там стоит вот эта штуковина. И с моим ростом весь ветер просто дует мне больше в лицо. И в ней вообще никакого смысла я не вижу. Она, наверное, для средних ребят каких-то рассчитанных. Или девчат. Среднего роста и небольшого. И что еще мне нравится в Форзе. То, что вот эти зеркала, они зафиксированы. Они не ходят туда-сюда. Они как у тачки. И багажник. Багажник в Х-Макси как-то чуть-чуть поменьше. Кажется. А, и самое главное. Самое главное, что не сказал. Место для ног. В Х-Макси, вот как, наверное, может быть и здесь. Может быть даже здесь чуть побольше. Просто мест для ног мне очень мало. Мне хочется сесть вот сюда. Вот так. Вот так было бы нормально. Я даже думал, если, например, я бы купил байк. У меня была такая мысль. Есть ли, интересно, можно ли купить вот эту штуковину, чтоб на ней было сидение вот здесь, на этой крышке. Чтоб я вот так ездил. Как начинающий чиперист, мотоциклист. Вот так я бы уже смотрелся. А так у меня даже колено иногда побаливает, на самом деле. С такой посадочкой. Ну ладно. Нормально. Вот такой у нас получился ролик. Достаточно интересно. На самом деле, много всяких каких-то моментов я узнал. Спасибо, Вань, тебе большое. Я думаю, что мы еще с тобой увидимся. И если вы хотите снять, арендовать какой-то транспорт средства, потому что у ребят появляются и тачки. Ссылочка на их будет в описании. А я, наверное, свои пару слов еще каких-нибудь скажу. И, ребяточки, приятные новости. У нас Вань предложил мне сделать еще 20 промокодов по 1000 бат. А это как-никак приятная приятность. Не может не радовать экономленные денежки. А сэкономленные денежки это практически заработанные. Что хотел сказать по аренде байков. Тема вообще интересная оказалась. Ролик прикольный. Мне понравилось. Поездить, посмотреть. Оказывается, ребята растут. Рынок интересный. Пожелаем им продуктивного такого же роста. Огромного. Чтобы они заняли какую-то большую нишу. И чтобы не было никаких проблем. Чтобы вы ездили, не падали. Ездите аккуратно. Одевайте шлема. Не нарушайте скорость. Будьте, короче, аккуратно следить за собой. Потому что я думаю, что вы кому-то нужны, важны для кого-то. В принципе, все. Будет у нас ролик еще с магазином травы. Поговорим про рынок марихуаны. Ну и вообще, если у вас есть какая-то тема. Если вы эмигрировали и здесь открыли какой-нибудь бизнес. Либо чем-то занимаетесь. Пишите. Может быть, снимем ролик. Потому что, мне кажется, тема интересная, популярная. Многие хотят уехать. Уехать в теплую страну. Здесь работа. Шмель какой-то чуть не сожрал меня. Опасность. Видите, тут в Таиланде, оказывается, как живется-то. Приходится отбиваться от всех. Так что, если у вас есть какой-нибудь такой кейс или скидывать. Я посмотрю. Рассмотрю. Может быть, снимем. Покажем. Вот. Таиланд. Дядя Сережа. Мускулы. Пока.